Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях актер, представитель Владимир Сергеевич Перевяков. Доброго дня! В гостях «Целебной кулинарии». С чем вы к нам пришли? Ну вот я хочу вам приготовить капусту со сметаной. Вот я обычно знаю, что много... Капусту не переваривайте? Не, варю. Чтобы она хрустела, важно. Чтобы сохранили полезное сметану. Просто, я не знаю, хрустела или нет, просто, чтобы она была вареная. Вот. Вообще редко, когда со сметаной, капусту со сметаной, обычно с маслом едят, потом солят капусту, там, квасят. А вот со сметаной я вот не видел, чтобы вот в гости часто хожу, и никогда не видел, чтобы со сметаной. Это вот фирменное блюдо. Это моя мама научила меня переваривать. В вашей семье. Да, в нашей семье. И вот это семейное, так сказать, блюдо. Ох, как вы сразу много нарезаете. Нет, мы его еще будем крошить. Оно просто, простое в изготовлении, и недорогое, и быстрое, я бы сказал. И, кстати, если мы говорим о капусте, вот, она обладает рядом целебных качеств. Да, да, да. Да, именно, там противоязвенный такой фактор имеется, то есть, противоонкология сразу была хорошая профилактика. Значит, работа прекрасная желудочно-кишечного тракта, вот что нужно от капусты. И, кстати, в древнем Египте рабочих, которые работали на строительстве пирамид, кормили капустой, которая давала им силу. Конечно, а мне капуста нужна, чтобы кальций был. У меня вот ломкие ногти, вот говорят, врачи мне сказали, что не хватает витамина в кальция. И я думаю, что кальция не хватает многим нашим зрителям. Геннадий Петрович, поделитесь, какие еще продукты нужно есть, чтобы был кальций. Кстати, действительно, значит, в капусте имеется некоторое количество кальция. Больше его, конечно, это будет в твороге. Но, тем не менее, вы сказали, что у вас ломкие ногти. Да, да. И вы знаете, что происходит? Оказывается, два элемента дают в организме человека следующие факторы. Это кальций, крепость кинета, и кремний дает эластичность связок. Так вот, если у вас что-то трещит и ломается, это говорит не столько о том, что нехватка кальция, а о том, что его может быть избыток, который ведет к нарушению эластичности. Поэтому для того, чтобы кальций у нас нормально усваился, оказывается, надо, чтобы кремний обязательно был в нашем организме, плюс, значит, что еще? Должен быть баланс особый. Поэтому вы занимаетесь своей капусточкой. А я тут параллельно сделаю для вас такое блюдо, которое способствует и усваиванию кальция, и тому, чтобы ногти не ломались, а были эластичными. Как вы видите, да? Я вот, смотрите, заранее заготовил куриные яйца. Вот тут бывает, смотрите, что-то вот такие вот пометочки. Мы их лучше всего удалим лишнее. Ну да, эта краска навредит, да? Да. Краску удаляем. Смотрите, раз. Вот. Скарлупа представляет собой самые лучшие кальций, тем более он природного происхождения. И здесь даже осуда термически не обработан. Просто-напросто хорошенько яйцом это помыли. Видите, как оно сразу будет действовать полезно. Но для того, чтобы он усвоился, мы сейчас вот как раз сделаем особый препарат, который можно легко делать дома. И ваши ногатки, ногатки, волосы и кожи будут великолепны. А заодно сосуды. Потому что если у нас в организме избыток кальция, и ногти начинают ломаться, это говорит о том, что и сухость есть, это говорит о том, что и слишком много у нас вот этого, ну, при избыток кальция, это же сказывается и на сосудах. Ломка сосудов также может быть. Ну да, все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Поэтому мы с вами, смотрите, вот взяли скорлупу яиц, 4 яиц. Теперь мы все это с вами на кофемалочке измельчим. Берем аккуратненько это все. Вот, хорошенько высушили. Поэтому куриные яйца не выбрасывайте. После того, как вы там съели вареное яйцо, скорлупу высушите, и мы с вами будем использовать. Так, где у нас кружечка? Вот она. Опа! И... Измельчаем. Измельчили. Смотрите, ох, как мы измельчили. Это не мясорубка, а... Это кофемолка. На кофемолке, да? Измельчили. Вот, смотри, измельчили. Теперь мы с вами добавим травки, где содержится кремень. Лучше всего, чтобы это был биологически активный кремень, поэтому он содержится у нас в пороши и полевом хваще. Значит, мы берем немножечко, чайную ложечку примерно, травы. Так, ну вот, нам, наверное, хватит с вами, да? Хватит, хватит, хватит. Вот, сейчас я объясню зрителям. Ага. Ну вот, я нарезал капустой. Не обязательно сильно мелко. Вот. Сейчас на сковороду. Давай. Тут уже вода готова. Ты перепела? Да. И сейчас я это аккуратненько высыпаю, да, высыпаю капусту, сковороду. Вот. Вот, да. И сейчас мы посолим ее. Вот. Ну, воды, воды заливать столько, чтобы вот хватило скипеть, когда уже вот это тут минуты, наверное, ну, максимум 10, даже меньше. Ну, все, вот, наверное. Хорошо, кустая она вскипит, чтобы все это пропарилось у нас. Да, 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 да. И сейчас посолим еще. Посолим, разрешаем. Соль есть у нас? Соль есть. Вот она соль. Ну, вот, смотрите. Вот сколько, вот по ложечке, или, наверное, больше. Ну, давайте, смотрите сами, как вы сделаете. Вот она еще на нас столько. Давайте. Вот, вот. И сейчас размешаем еще, еще чуть поменьше. Чуть поменьше соли. Так, и сейчас размешаю это все. Чтобы все хорошенько перемешалось. Да, да, соль. Вот. И крышечка, крышечка. Крышечка у нас есть. И пусть она кипит. Ну, кипит, я думаю, ну, максимум 10 минут. Кстати, у кого слабость пищеварения, для того, чтобы вот она лучше работала, добавляйте действительно соли, потому что соль, это соляная кислота в желудке, и будет лучше все это восприваяться. Ага. А мы с вами делаем дальше препарат, для того, чтобы у нас был кальций в норме, и кости, и ногти не ломались. Поэтому добавляем еще вот сюда. Туда, прямо в кофемолку. Туда, прямо в кофемолку. Это чай, это у... Травы. А, травы и специальная трава. Травы и полевой хвощ. Как они называются? Полежь и полевой хвощ. Две травы. Ага. По чайной ложечке. Все это мы все перемешали. Ага, да. Вот сейчас еще перемешаем. Вот. Смотрите, у нас получится такой порошок. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. Мы все это смешиваем. Здесь кальций и кремний в таком сочетании, что они будут усваиваться лучше. В организме. Один будет способствовать усваиванию другому. Дополнять другому. Да, и ноготки наши перестанут крошиться. Теперь смотрите, мы с вами так это все перемешаем. Раз. И все или еще что-то? Нет. Воды, да? Кипитка. Нет, 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 нет. И спешите. Мы с вами добавим еще сюда сока лимона. Чтобы оказываться лимонно-кислый кальций, который будет, он усваивается лучше. Поэтому мы добавляем столовую ложечку лимонного сока. Вот как раз удали, да. Это все способствует тому, что наш кальций начинает гаситься. Начинается такая пенка. Слышите? Зашипел? Да, прям позоречки пошли. Вот, 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 вот. Добавим еще немножечко лимонного сока. Ложку, столовую ложку. Да, столовую ложку. Еще начинка. Вот, чтобы все это хорошенько у нас. Чтобы все оно променьшалось. Да, да, да. Сокий в этом пора был сбоку еще немножко. Вот. Естественно, есть такое, ну, будем говорить, не особо приятно. Ну, полезно. А нам надо, ну, чтобы было еще вкусно и полезно. Поэтому мы с вами еще добавим, чтобы это все вместе соединилось. Да, мы добавим меда. Где-то я? Меда добавим примерно, можем добавить чайную ложечку. Можем добавить столовую ложечку. Ну, кто как. И хорошенько опять-таки перемешать. Немного, не мало делать меду, чтобы она... Немного, не мало, действительно, чтобы она вот хорошенько перемешалась. Все это... Вот. У нас получается смесь, которая будет питать наш организм биологически активным кальцием. В таком сочетании с кремнием, что он будет прекрасно усваиваться и делать наши ткани гибкими, а не черствыми. И ничего у нас ломаться не будет. Поскольку есть его, да, по одной чайной ложечке. Если нашла, попробуй. Сейчас. Так. Так. Хорошо, сейчас я вам дам ложечку. И вы попробуйте. Что у нас, в конце концов, получилось? Ну-ка, интересно, у меня заинтриговало. Возьмите одну треть. Одну треть, много не надо брать, одну треть. Одну треть ложки, да? Да. И просто-напросто, например, рассосите. Ну-ка. Что у нас получается? Угу. Не так вкусно, и вот эти песчиночки есть, но это даже хорошо. Как песок на зубах. Да, песочек. Ну, пускай это все рассасывается. Да, да, да. Да, это яйцо. Просто-напросто, если его еще меньше переволоть, оно тогда не будет так. Но тем-неменее, оно проглотилось. Быстро, да. Быстро. И нормально. Быстро и удобно, да. Быстро и удобно. Ну-ка, еще дали. И вот это вот приготовили, и будете употреблять. Угу. Кстати. В день как? Вот по полу ложки, я понял, да? За раз. По одной чайной ложечке просто-напросто его, значит, рассосать во рту. Значит, лучше всего это все как можно меньше измельчить, чтобы она вот такими крупненькими не была. Но тем не менее, и это нормально. Это как, за раз одну ложку? За раз одну вот такую ложку. Больше не надо. Это вполне достаточно. И в день сколько ложек можно? Одну. 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 Все. В любое время дня. Курс делаете примерно 10 дней. Этот препаратик попринимали, потом 20 дней перерывчик, и потом можете опять. Угу. Да. Кстати, знаете, вот ученые насчитали около 300 признаков нарушения работы организма в связи с нехваткой кальция. Да, да. Я тоже читал, да. И у многих вот не хватает. Даже у меня у моих знакомых кальция. Я вот с кем общаюсь. Это нарушение роста и у детей. Кстати, у кормящих матерей, если они будут использовать вот эту вот как раз смесь, знаете, что получается? Они не потеряют свои зубки, волосы. Потому что когда мать кормит молочком, кальций из ее организма уходит, ну, для того, чтобы формировался у ребеночка скелетик. И поэтому объединяется организм. Как только она вот это вот использует, я знаю на практике случаи. Значит, зубки. Женщина родила 5-5 детей, выкормила их. И зубы целые, волосы нормальные. А то, как право, после второго ребенка там уже и зубы надо менять и прочее. Геннадий Петрович, еще вопрос. Скажите, после того, как я эту ложечку съел, запивать не надо? Она так и нормально усвоится. Я пишу. Вроде сначала хочется запить, но когда мы ее рассасываем, и там имеется слабенько, вроде бы она все так усвоится. Я думаю, что так она усвоится лучше, если не запивать, да? Конечно. Потому что так усвоится в воде, а так удобно, быстро и ложку в день. А 20 дней перерыв, это когда? Когда сколько? 10 дней вы это все принимали. Так. И 20 дней перерыв. И так в течение года, да? И так в течение года, да. Сосудики будут эластичные и кости, потому что если слишком много кальция окажется, вот это все у нас делается хрупкое. Ногти, кости, сосуды и прочее. А сосуды она как, укрепляет или чистит? Сосуды как раз, она будет делать стеночку эластичной. Потому что смотрите, что получается. Вот кальций, когда он кальцинирует сосудистую стенку, она делается хрупко. Как только давление повысилось от того, что человек поволновался, погода, там что-нибудь, ну напряжение. Да, тяжело поднял, да? Вместо того, чтобы расшириться, он лопается сосуд. И так, что у вас там получается с хрупкошкой? Слышу, она так пахнет. О, смотри, уже почти. Ага. Сейчас. Так, ложечка, ну-ка. Сейчас я. Давайте. О, начало пахнуть. Да, да, да. Сейчас я это размешаю. Вот. И попробуем. Давайте попробуем. Так, сейчас попробуем. Смотрелась она ли не. Так, сейчас вот сюда. Давайте. Так. Перекладывать. А мы можем здесь как раз все это перекладывать. Так, сейчас я попробую. Ну, давайте, попробуйте. Так. И, кстати, старайтесь, как куфточку несколько не доварить, чтобы она в середине немножечко хрустела. Тогда она сохраняет все свои полезные свойства, ну, вернее, большинство полезных свойств. И... По-моему, сварилась. Попробуйте тоже. Давайте. Да, сварилась. Давайте попробуем. Так. По-моему, уже сварилась. Прошло 10 минут. Сварилась? Да. Да. Ну, все. Именно то, что она слегка хрустит, это вредит о том, что она большинство своих полезных свойств. Так вот даже уничтожила. Да. И мы снимаем. Да. Да, поднимаем. Я снимаю. Да. Вот сюда. Воду немножко вылить. А, можно воду вылить? Да. Вот так вот как-то. Давайте, выливайте водичку. А, кстати, она ее можно пить. Давайте ее в стакан вылим. Давайте. Тогда не надо. Она же вся с витаминами. Конечно. Вот. Поэтому ее лучше выпить. С удовольствием попробую эту водичку. Да, да. Ну, она же пропитана витаминами. Там чуть-чуть останется воды. Это не беда. Ничего страшного. Оно даже нужно. Лучше со сметаной сливится. Вот. Так. Чуть-чуть там. Даже на дне. Давайте. Здесь есть вода. Так. А, вот сметана у нас. Ну, все просто. Сейчас сметану, значит, сюда. Да, нормально. Ну, это ложки 3-4 где-то вот. Вот здесь. Кстати, вот это блюдо, если поменьше добавлять сметанки, будет способствовать тому, что очень будет стройнить нашу фигуру. И, кстати, все, я знаю, диетологов, которые работают с людьми, у которых вес зашкаливает за 200 килограмм, и потом они спускались килограмм где-то 90, они весили 100, применяли в питании капусту. В любых видах. И вот эта капуста, конечно, Владимира Сергеевича, великолепно будет подходить для этой цели. Вот. Даже можно еще одну ложечку там где-то у нас сметанки. Сметанки? А вот вы брали. А вы уже всю ее израсходовали. А-а-а. Незаметно. Ну ладно. Вот. И сейчас можно огонь потише сделать, чтобы... Еще она потушилась? Да, потушилась, впитала сметану. А, еще сметанку впитала. Вот. Ну, на слабом огне, да. То есть, чтобы все компоненты соединились вместе. Да. Так, вот я сейчас могу немножко тише сделаем. Давайте. Она как раз вот сейчас просто плита, а горячая она будет держать это. Так, где... Не-не, это все она держит нормально. А-а-а. Она, знаете, как русская печка держит эту температуру. Какие у вас еще вопросы? Так, ну что вопросы. Так, как держать себя в тонусе? Ну, вот я лично летом, потому что актер должен быть физически здоровым, не только иметь талант, чтобы... Чтобы... Чтобы организовать, надо физически здоровым. Да, да, да. Весь спектакль играть это 2-3 часа, иногда бывает и по 7 часов. Вот, что я, например, вот летом бегаю, плаваю... Волгу, кстати, переплываю туда и обратно за 19 минут 26 секунд. А сколько там? 700 метров. В один конец всего... 1400 метров. Да. Ну, для любителей, я считаю, результат хороший. Учитывая, что олимпийский чемпион Вадим Сальников, полтора километра, чуть меньше 15 минут плавает. А я за 19-26 километров 400. Опять, больше, но учитывая, что я любитель, это учитывая... И возраст, да. Это хорошо. Да, летом стараюсь, ну, зимой стараюсь больше двигаться, гантели. Когда есть время, там, гимнастику, вот, на тренажерах. Вот, это из парня. Правильно, правильно. Ну, вот так, по лестнице на 10-й этаж всегда пешком. На 10-й этаж? Да, вниз, вверх, всегда пешком. Это хорошо, это великолепная наука. Ну, что еще? Питаться, я питаюсь, как обычно все. Вот, питание, что вы посоветуете? Я бы посоветовал еще проросшее зерно добавлять. Потому что проросшее зерно, как раз, вот, на одной из передач мы говорили, оно дает витамины группы В, которые способствуют усвоению того же кальция. Потому что мы думаем, что мы съели там вот этот вот кальций, там и все это. Что он усвоится? На самом деле, чтобы он усвоился, нужны и витамины группы В. Нужен, как мы говорили, и кремний. Чтоб все это взялось. И если только один кальций, он будет, знаете, как в чайнике, накип образовывает на наших состоках. Все. Он становится неусвоенным. И, кстати, давайте попробуем, что у нас с вами получилось. Так. Будем его выкладывать или отсюда будем? Ну, я... Что? Вы по порции любите выкладывать. Это... Можете туда себе... Хорошо, хорошо. Я это попробую. Сейчас. Попробую себе. Вот у меня есть маленькая. Ну, в принципе, готово. Можно еще подержать, мне кажется. Ну, смотри. Чтобы она еще потушилась. Угу. Хорошо, я вижу, вот она тут с подливкой. Как раз будет стимулировать выделение желудочно-кишечных соков. И сама вот эта клетчатка, она становится не грубая, а мягкая. Будет способствовать тому, что пищеварение будет великолепно. И если страдаете запором, то все исчезнет. Кстати, запоры возникают еще и потому, что у человека мало биологически активного кальция. Ну, как? Или еще немножко? Пусть. Мне кажется, готово. Мне так нравится. Вот так. Действительно получилась вкусная, хрустящая капуста. В общем, приятно есть. Да. Видите, быстро. Вот. Буквально 10 минут она кипела в воде. И потом 5 минут еще со сметаной, чтобы она пропиталась. Вот. Ну, буквально 15 минут. Ну, и там порезать 5 минут. Это максимум. Вот. Капусту. Т.е. Быстро и удобно. И вкусно. И питательно. И витаминов. Кстати, я в интернете читал, очень много витаминов в капусте. Очень много. Я бы сказал, среди овощей, наверное, ну, одна из самых-самых, где много витаминов. По доступности, по простоте приготовления и по микроэлементному составу, витаминному составу, это блюдо, можно сказать, ну... В числе первых. Так что, если вы знаете толк в кухне, особенно в сельдиной кулинарии, обязательно воспользуйтесь советом Владимира Сергеевича и моими наполнениями к этому числу. Доброго вам сготовления. И приятное домашнее блюдо. Капуста со сметаной. Мы ее назвали, когда я снимался передачей «Звонужин», «Мамина капуста». Мне это название нравится. Итак, «Мамина капуста» от Владимира Сергеевича Пермякова. Доброго вам здоровья! И приятного аппетита! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!